Всем привет! Казалось бы, да куда там покупать в 2017 году дисковод? И я так подумал еще в далеком 2013 году, когда собирал свой новый компьютер, системный блок. Я просто не купил дисковод, потому что уже тогда он мне не нужен был. Нужно было переходить на флешки, все это намного удобнее. Я так думал и по-прежнему так считаю, но вот в некоторых случаях мне очень не хватает дисковода. Хотя бы по нескольким причинам. Во-первых, у меня остались старые диски, там фотки какие-то важные, которые я нифига не могу скинуть на комп, потому что у меня нет нормального работающего дисковода. На старом компе он есть, но он там просто уже то работает, то нет. Просто невозможно им пользоваться. Это во-первых. Во-вторых, иногда на какой-то старый комп не получается Windows с флешки установить, поэтому нужен дисковод работающий. Я на свой старый комп пытался как-то XP-шку установить с флешки. Нифига! И третье, это вот часто меня просят скинуть файлы на диск с родственники, друзья. Вот скинь музыку, скинь еще там что-то. Я говорю, не могу, не могу. Но как ты не можешь? У тебя же все должно быть. Ты не можешь скинуть нам пару фильмов на диск. Сделай это. Вот примерно такие вот штуки иногда возникают, когда нужно скинуть на диск что-то. В некоторых случаях все-таки еще дисковод нужен. Если он у вас есть, то это круто. А если нет, то можно вот заказать внешний в Китае за 10-15 долларов. Вот такая коробочка мне приехала. Это дисковод внешний, который мы сейчас раскроем и протестируем. Так, user manual на китайском и английском. Но инструкция для слабаков. Ну, или либо для тех, кто не разобрался. Ой, какой он тоненький, ребят. Так, упаковано нормально. Так, скальпель, нож в сторону. Здесь у нас сразу диска. Вот, мы его сразу и посмотрим. Что-то мне напоминает Sony PlayStation 2. Вот примерно такая она была. Тоненькая такая. Ну, она по длине была и пошире. Но такая вот приятная. Или поширнее примерно такая. По длине, вот где-то вот так. О, что у нас тут спереди? Показывай. Давай, фокус. Сработай. DVD. Что-то тут диск. Трр-пр, понятно. Ну, самый обыкновенный внешний дисковод, который иногда нужно будет подключить. Вот тут разъемы у нас есть. Чтобы скинуть, как я уже сказал, информацию. Два кабеля. Один кабель, это получается у нас питание, наверное. Верно? И второй, это передача данных, по идее. Скорее всего, да. Это передача данных. Ну что, распаковка выполнена. Я думаю, мы прям даже сейчас его подключим. Потому что у меня здесь есть поблизости USB разъемы. Размотать. Ага, короткий. Туда не дотянется. Поэтому, наверное, придется подключать к клавиатуре. Да, у меня и в клавиатуре есть USB разъем. Если вы не смотрели обзор на мою клаву, то посмотрите. Вот эта клавиатура. И здесь есть порты USB. Раз, порт. И два, порт. Он не занят и ничем? Ничем не занят. Давайте вставим. Раз. И вставим два. Опачка. Опача. Вошло. Давайте попробуем нажать на какую-то кнопку. Может, вот эту? Ничего не происходит. Продавец нас обманул. Он пришел сломанный. Да не, шучу, конечно. Наверное, дрова сейчас остановятся еще. И тогда... Да, вот на компе я вижу, дровишки ставятся. Возможно, вы когда увидели заголовок этого видео, подумали, блин, зачем он купил дисковод в 2017 году? Но, как я вам уже объяснил, все-таки иногда нужен. Да и у вас, если есть в ноуте или в компе, вы, скорее всего, его иногда используете. Не открывается, к сожалению. Не знаю почему. Не знаю почему. Может, самому надо попробовать потрясти. Ладно, давайте перезапустим. И главное, здесь моргает вот эта лампа. Может, она говорит о том, что... Чувак, либо мне недостаточно питания от клавы ты подключил, потому что... Либо перезагрузи комп. Но я попробую сейчас перезагрузить к компьютер. Пока мой комп перезапускался, я нашел диск старенький, который, я надеюсь, мы протестируем. Теперь уже не моргает. В общем, ребят, разобрался. Действительно, не хватало питания. И теперь у меня не хватает провода. Перемещаемся немножко в сторону. Вот он дисковод. Там провода к системнику подключены. И теперь все работает. Просто от клавиатуры, ну, выходит мало питания. И этого не хватало дисководу. Вставляем диск. Я уже с экрана не буду ничего записывать, показывать. Что-то у меня на диске. Просто скажу, работает... О, работает. Работает ли вообще он на компе? То есть, отображается ли? Сам дисковод отобразился. Сейчас жду данных. О, зашумел! Старый добрый дисковод! Как я... О, для руки подставочка классная. Как я за тобой скучал. Так, ой, блокноты, видеокурсы, игры, программы. У-ху-ху-ху! Представляете, у меня тут на диске куча хлама! Ссылочку оставлю на дисковод в описании под видео. Долго искал. Там у некоторых довольно-таки дорого он стоит. А вот у продавца нашел он не совсем дорогой. По дизайну такой он красивый, аккуратненький. Правда, ничего... Не белый, как у меня системный блок, а черный. Но ничего. Я его не буду постоянно использовать. Лишь время от времени. Давайте попробуем отключить его. Нажмем кнопочку. И выйдет ли он? Ну, пока что... Да! Он выезжает, как в ноутбуке. То есть, слегка он выезжает, а дальше ты уже сам достаешь. Достаешь, снимаешь, загружаешь. И понеслась. Не забывайте заглянуть ко мне на канал. Я там снимаю разные вообще видео. Распаковки, уроки по винде и тому подобное. Если интересуют другие распаковки, то в завершающих окнах сейчас нажмите и посмотрите. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если интересуют такие вот подобные уроки, распаковки и тому подобное. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok